Каждый, кто задумывался о покупке недорогого мини-компьютера, тысяч за 15-20, погуглит железо, немножечко разберется и обязательно наткнется вот на такие модели. Они стабильно собирают сотни лайков на Пеппере, массово продаются и на Алике, и на Озоне под разными личинами, и достаточно недорого стоят. Но в китайские ОЕМники что только не ставят, от 4-ядерных старичков на первом Зене до 8-ядерных процессоров на Vega 8 или топовой 780М, на любой кошелек. Мы делали обзоры на разное, но в этот раз нам нужно купить живое железо в пределах 20 с копейками тысяч. Вот этот мини-пк работает на 12-поточном Ryzen 5, 5 625U и 7-й веге. Железо потенциально живое. Сегодня протестируем его и поговорим о рынке дешевых китайских мини-пк в целом. На связи МК, рассказываем все о AMD-шных нет-топах из Поднебесной. Поехали! Спонсор выпуска – компания ICL-техно, которая уже больше 30 лет на рынке IT в России и является резидентом в Иннополисе Республики Татарстан. Недавно был открыт огромный завод по сборке отечественной электроники и выпущены первые ноутбуки под брендом Osio. Что означает кислород-кремний-кислород, не что иное, как диоксид кремния – ключевой компонент процессоров. В перечне бренда Osio есть несколько моделей на процессорах AMD и Intel, в том числе с предустановленной Windows. Ноутбуки имеют металлический корпус, компактное зарядное устройство USB Type-C и продаются в крупных магазинах по всей стране. Например, эта модель работает на четырехъядерном Core i5 11-го поколения вместе с 16 ГБ ОЗУ. В ноутбуке есть еще один слот памяти DDR4, максимальный объем 64 ГБ. Лэптоп имеет 15-дюймовый Full HD IPS-экран с узкими рамками и позволяет наслаждаться фильмами и играми благодаря интегрированной графике XE. Можно легко получить свыше 100 FPS в HD-клиенте танков на минимальных настройках и 60 кадров Full HD в Dota 2. Производительность процессора близка к некогда топовому Core i7-7700K, а благодаря низкому теплопакету всего в 15 Вт он не греется свыше 75 градусов даже в стресс-тестах, обеспечивая комфортную работу в любых условиях. Ноутбук может похвастаться множеством портов, в том числе тремя USB-A, HDMI и картридером, а встроенный аккумулятор на 6000 махов обеспечивает до 8 часов просмотра видео. Ноутбук отлично подойдет студентам благодаря большой клавиатуре с полноценным цифровым блоком, удобному тачпаду и двухуровневой подсветке. А широкий угол раскрытия крышки в 180 градусов вместе с отличными углами обзора матрицы позволяют взаимодействовать с лэптопом в любых условиях. Узнайте больше о ноутбуках Osio по ссылке в описании. Для начала давайте посмотрим, какой миник за 15-25 тысяч можно купить в нашей рознице. Максимум, что предложит ДНС – грустный Celeron с 4 гигабайтами ОЗУ. Из подешевле китайцы сейчас массово штампуют модели с четырехъядерными новенькими Intel N. Это обычный E-Core из Elder Lake, зажатый в небольшие теплопакеты. Уровень производительности популярных N95 и N100 – около четырехъядерного народного i5-6400, что за 12 тысяч рублей выглядит неплохо. Только нужно знать, что Intel подрезала таким процессором самое важное – количество каналов памяти. Перекрыли трубы Intel N. Интегрированная графика давится в одноканал. Не спасает даже DDR5. Производительность стройки будет крайне грустная. Конечно, офис и 4К с YouTube потянет, но вот, например, CS2 на всех минималках в HD неиграбелен от силы 10-20 кадров. Поэтому покупать такие неттопы смысла нет. За доплату всего несколько тысяч рублей есть гораздо более интересные решения на мобильных Ryzen. От выбора разбегаются глаза. Есть десятки вариантов на шести восьмиядерных ряженках в 4000 и 5000 серии. Названий у них много, на типовой корпус клеят любые наклейки. Мы выбрали середину на Ryzen 5 5 625U. Шесть ядер, Zen 3 на 4 ГГц, интегрированная графика Vega 7 и приятная цена в 15 тысяч рублей за голый миник. Если наша цель сэкономить, покупаем без ОЗУ и SSD. Внутри два слота SODIMM DDR4, пихаем туда две планки по 8 гигов на 3200, это оптимальный уровень для Ryzen 5000. Плюсуем около 2500 рублей за Samsung или Kingston из Avito. Под SSD есть два слота M.2, обычный и короткий. Объем на ваш вкус, но как по мне нужен на терабайт. Ну, по минимуму, за простейший NVMe на 512 гигов придется отдать тысячи две с половиной. Итого, готовый к труду компьютер за 20 тысяч рублей размером с ладонь. А почему мы и сами покупаем? Потому что китайцы за такой же кит просят почти 25 тысяч. На сэкономленную разницу можно взять простенький монитор. Раз уж мы полезли внутрь ставить память и диск, давайте посмотрим, что с процессором. Благо разбирается мини к одной отверткой и пассатижами. Чип выглядит новым, но вот дата производства 20-й год. Получается он или все-таки БУ, или со складских запасов. Пять лет назад случился бум ноутбуков на Ryzen с графикой Vega, которые были ощутимо быстрее и дешевле моделей на Intel Core. Часть лэптопов со временем вышла из строя. К тому же конвейер AMD клепает процессоры по поколению в год. Поэтому в 22-м году новых моделей на Ryzen 5000 было мало. В общем, огромное количество чипов в хорошем состоянии за копейки попадает к предприимчивым китайцам, и они нашли способ их выгодно утилизировать. Брать мини-ПК с такими пожившими камнями вполне безопасно. Процессоры эти смыслом мучить не было. Если к происхождению процессора есть вопросы, то вот плата точно новая и фабричная. Отличный текстолит, нет проблем с пайкой, флюс отмыт. Все на уровне топовых брендов. Заодно подтверждается, что бренд Chatteray просто наклещик шильдиков. Материнку сделал GAN Machine, на чьем официальном сайте и был найден оригинал нашего миника. Аналогичным образом мухлюет топ тон, может и другие китайцы, это вообще неудивительно. Увесистый медный радиатор с вентилятором и наша любимая зарядка с круглым штекером на 65 Вт. Изначально был план взять недорогой мини-ПК и сделать его бодрее. Но какой тест китайской техники без сюрпризов? Причем не всегда эти сюрпризы что-то плохое. В CPU-Z никаких аномалий, процессор определяется как и должен, но во встроенном тесте его результат аж на 20% выше нормы для Ryzen 5 5.625U. 3900 баллов вместо 3300 положенных. А разгадка проста. Запускаем тяжелый Cinebench R23 и видим, что процессор потребляет 38 Вт вместо прописанных ему 15. AMD хороша тем, что не запрещает производителям играться с теплопакетами своих камней в очень широких пределах. А на физическом уровне что 15-ваттный Ryzen 5 5 625U, что 45-ваттный 5600H абсолютно одинаковы. И если даже ультрабучному камню дать волю, он легко выйдет на уровень, который нередко использовался в игровых ноутбуках. Именно по этой причине нет никакого смысла переплачивать за 45-ваттные H-камни. Китайцы льют в миники биосы-болванки с открытыми расширенными настройками, среди которых есть и увеличение теплопакета. Единственным ограничением обычно становится блок питания, который у недорогих нет-топов почти всегда лишь на 65 Вт. Поэтому реальный лимит для стабильной работы около 40 Вт. ВРМ при этом и близко не перегревается, ГЭН-машин не сэкономила, 6 фаз отрабатывают отлично, температура в 70 градусов это норма. Мы пробовали увеличить теплопакет дальше, миник запускается, но при пиковых нагрузках блок питания уходит в защиту по мощности. Заменить его, как вы понимаете, не выйдет, китайцы использовали круглый разъем, а не USB-C. Вот и получается, что стоковые 38 Вт, они же максимальные, а H-модели вообще не получат нужного питания без нормального блока. Зайти с другой стороны тоже не вышло. Да, в биос настроек много, но ничего связанного с напряжением нет, поэтому андервольтинг отменяется. Известная владельцам стимдеков утилита UMAF тоже не помогла. Она открывает большое количество параметров в биос на любых гаджетах с мобильными Ryzen, но не в нашем случае. В итоге круг интересных мобильных Ryzen сильно сжимается. Модели на H выкидываем сразу, туда же отправляем линейку 4000U. Zen 2 ощутимо хуже Zen 3, а разница в стоимости копейки. Если вы думаете, что пятитысячная серия вся топ, маркетологам поставим плюсик. AMD оставила в ней модели на Zen 2, это Ryzen 5 500U и 5700U. Да, вот так, цифра больше, а процессор хуже. Это значит, что выбор у нас либо Ryzen 5 5600U, либо 5 625U, или Ryzen 7 5800U. Первые два это однояйцевые близнецы, оба шесть ядер на архитектуре Zen 3, частота в 100 МГц заметно не будет. Ryzen 7 5800U имеет уже 8 ядер и интегрированную графику Vega 8. И по процессорной части, и по графике прирост около 10-15%, доплата за это сравнимая. Хорошо, с процессором разобрались, переходим к оперативной памяти. Minixam поставил максимальную частоту в 3200 МГц и джедековские 22-е тайминги. Ничего дополнительно настраивать не пришлось, в тесте AIDA64 получилось порядка 40 ГБ в секунду на чтение и запись с задержками в 90 нс. Для мобильных Ryzen это стандартный результат, но у нас разлоченный BIOS, можно попробовать ужать тайминги. Меню разгона памяти доступно, но вот при любом изменении параметров, компьютер намертво зависает, и приходится дергать многострадальную батарейку BIOS. Боже, сколько раз в наших попытках сделать еще лучше, этот коннектор страдал. Мы перепробовали все. И частоту 1600 вместо 3200, и тайминги в 16-ричном режиме. Увы, судя по всему, любая тонкая настройка мобильной памяти тут просто недоступна. У MAF тоже не помог. Жаль, оптимизация таймингов могла ускорить не только ОЗУ, но и интегрированную графику. Но способ устануть встроенную вегу все же есть. Можно выделить ей 4 гигабайта видеопамяти вместо стандартных 512 мегабайт. Но есть ли в этом смысл? В теории, такого объема хватит для любых игрушек, а интегряжке не придется драться с другими процессами за драгоценные мегабайты оперативки. Однако на практике AMD хорошо оптимизировала драйвер, поэтому насильное выделение большого объема видеопамяти никак не влияет на производительность. Ни в 3DMark, ни в играх. Разница между 512 и 4 гигами всегда на уровне погрешности. А с учетом того, что выделение 4 гигов веге оставляет системе и программам лишь 12 гигабайт ОЗУ, никакого смысла в этом нет. Хотя раньше увеличение объема видеопамяти действительно могло бустануть FPS. Теперь это не работает. Миф разрушен. Мы думали, нам придет миник с зажатым в 15 ватт процессором, который не увидит нормально ОЗУ на частоте 3200, и нам придется ручками все это самостоятельно настраивать. Но, как оказалось, китайские инженеры все это сделали из коробки, а то, что они не сделали, или недоступно, или бесполезно. В общем, тестируем в стоке, как есть, без тонкой настройки. Погнали! Начнем с Сайнбенча. 8500 баллов. Это уровень народного 4-ядерного i3-12100, что для миника отличный результат. При этом, даже после 10 минут теста нет ни намека на перегрев. Жестким тестом у кранчера по расчету 2,5 миллиардов знаков числа P, миник справился за 3 минуты. Это на 20% дольше, чем результат 8-ядерного более свежего Ryzen 6800U на Zen 3+, но зажатого в 15 ватт, который мы тестировали ранее. В тесте архивации 7-Zip результат аналогичный. Ужатая 8-ядерная ряженка на 20% быстрее. Все-таки у AMD очень энергоэффективные процессоры. Ну и под конец тест графики в 3DMark Time Spy. Здесь Vega 7 приятно удивила. Она выдала уровень GT 1030. Разумеется, более свежие интегряшки AMD быстрее вдвое, но для мини-пк за 20к результат хорош. Проверим, что может такая графика в играх. Никакой пощады. Запускаем Cyberpunk 2077. Игру за пару лет неплохо отполировали, поэтому даже на достаточно старой интегрированной графике худо-бедно поиграть можно. Средний кадр по бенчмарку выше 30 на низком пресете настроек в HD. Конечно, картинка мыльная, но при большом желании и очень странных предпочтениях пройти игру ради сюжета можно. При этом графика всегда удерживает максимальные 1800 МГц. Никакого упора в процессор нет, поэтому повышать TDP выше 38 Вт для игр не имеет смысла. Хотя запас у системы охлаждения еще есть. В фарзе ситуация ощутимо лучше. На минималках в HD с FSR на качестве, FPS порядка 50. Так даже можно поиграть. Есть запас для поднятия разрешения. Интегряжка снова полностью загружена работой на максимальной частоте. Процессор тоже ощущает себя отлично, временами бустясь за 3 ГГц. Но давайте будем реалистами. Такие ПК не покупают для крутых игр. А вот с киберспортом никаких проблем не будет. Игры типа танков. Они специально заточены под такое железо. И на средних настройках графики в Full HD. На HD клиенте можно получить 60 FPS в боях без всяких проблем. Картинка красивая. Если хочется еще больше FPS, есть возможность совершить маневр вниз. В Доте ситуация аналогичная. Можно играть даже в 2К с минималками. Будет под 70-90 FPS. А в Full HD комфортно играть на средних настройках при 60 кадрах. Здесь вы видите запись боя. Нам посоветовали показывать FPS в Доте так. Интегряжка не догружена, но проблема не в ней. Тут привет однопоточным оптимизаторам Valve. Короче с Дотой тоже никаких проблем. Ну и завершим игровые тесты обновленным Counter-Strike. На Intel N100, как я уже говорил, он абсолютно неиграбелен из-за одноканальной ОЗУ. На шестиядерной ряженке с двухканалом и Vega i7 результат намного лучше. В Full HD на низких можно получить 60-70 кадров, что вполне, если играешь за дежурный хедшот. Разумеется, на таких машинках можно не только насиживать бока по вечерам в игрушках, но и нормально работать. Тестовый 5-минутный 4К ролик в Premiere с тяжелым эффектом блика отрендерился за 7 минут силами процессора. Красная интегряжка, как обычно, не хочет помогать, но даже без нее результат хороший. В Photoshop тоже все плавно, даже в многослойных файлов. Тут проблем никаких нет. Работайте, смотрите и иногда играйте. Надо признать, китайские инженеры поднабрались опыта и буквально все правильно сделали и настроили из коробки. Вам, конечно, все это нужно понимать и проверить самим, но в нашем случае теплопакет уже выбран максимальный. ОЗУ сразу стартануло на 3200 МГц. Хотелось бы, конечно, иметь возможность покрутить тайминги и сделать андервольтинг, но и без этого Vega стабильно удерживает максимальную чистоту в играх, а система охлаждения не перегревается выше 80 градусов. Неудивительно, почему такие мини-ПК сейчас набирают популярность. Это буквально лучший компактный компьютер за свои деньги. Все, что нужно, поставить оперативку и SSD. Никакого хакерства в этих кривых синих биосов. Из дров не встала только Wi-Fi карта, все остальное работает из коробки. Стоит недорого, тянет большинство пользовательских задач. А что еще нужно от мультимедийного мини-компьютера? На связи был МК. Меня зовут Михаил Крошин. Ссылочки на наши соцсети в описании. Читайте нас в Телеграм, ВКонтакте. Мы ежедневно там общаемся, обсуждаем самые интересные IT-новости. Еще увидимся. Пока.